Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех приветствовать на очередном заседании нашего общества традиционном. Сегодня немножко хотел бы рассказать об интервенционных внутрисосудистых технологиях, которые применяются в лишении ишемических катастроф. На сегодняшний день для рентген-хирурга практически не осталось ни одного сосудистого бассейна, куда мы не смогли бы добраться и выполнить какие-то вмешательства диагностические, лечебные и так далее. На слайде представлены отдельным блоком коронарные интервенции. Это самые распространенные на сегодняшний день интервенции повсеместно во всем мире. Активно набирают интервенции на сосудах головного мозга, экстракраниальных отделах сосудистых бассейнов. Это артальные интервенции при различных поражениях аорты, ветви брюшной аорты, висцеральные ветви. Ну и, соответственно, это нижние конечности, аортоподвздошная артерия, зона артерии ниже колена при критических поражениях нижних конечностей. Готовясь к этому докладу, я, в общем-то, думал, что наша профессия достаточно молодая, рентгенодоскулярная хирургия. Ну вот, оказывается, что уже 1964 год, это практически 60 лет назад, более даже уже 60 лет назад, 16 января, первая ангиопластика была выполнена Чарльзом Теодором Доттером, пациентке 82 лет, с критической ишемией нижних конечностей. Как раз-таки вот это один из основоположников наших методов. Увлеченный человек в этом отношении, даже вот внизу написано, его в своих кругах называли Crazy Charlie. Это как раз-таки один из тех людей, который не побоялся что-то засунуть, скажем так, в сосуд человека, выполнить какую-то манипуляцию, закончить, уйти и получить положительный эффект. Совместно с ним было еще несколько основоположников. Андреас Грюнцек, Джон Симпсон, изобретатель проводника, без которого на сегодняшний день не обходится ни одно вмешательство. Ну и вот немножко из истории. Первая коронарная баллон ангиопластика в мире проведена Андреасом Грюнцком в 1977 году, почти 47 лет назад. Первая баллон ангиопластика почечной артерии с помощью коаксиального самодельного баллонного катетера. В тот момент люди не боялись это выполнять, сделали, можно сказать, на коленке и получали очень неплохие результаты. Ну, видим первая резекция протезирования анавиризма грудной аорты, первая эндоскулярная через просветное эндопротезирование в 1986 году. Первые процедуры бужирования, первый баллон ангиопластики внутренних сонных артерий. Ну и первое в мире стентирования коронарной артерии человека выполнил Жан Пуэль с автором марта 1986 года в городе Тулуза. Один из наших основоположников методов именно в нейрохирургии, Сербиненко Федор Андреевич. Очень интересное устройство было им изобретено, которое применялось для разобщения каротидно-кавернозного соустия. Возникся вот здесь на слайде представлена женщина, у которой травматическое каротидно-кавернозное соустие. И вот как раз таки с помощью отделяемого баллона, который заводился непосредственно в эту область, выполнялась символизация и получали такие вот шикарные результаты. Для понимания мне бы хотелось представить вот этот слайд. Мы видим здесь вот инструмент старый, который использовался в 60-х, 70-х, 80-х годах. Мы видим катетеры, которые значительно отличаются от сегодняшних катетеров, которыми мы пользуемся. И по диаметру, и по размеру, и по гибкости, и по доставляемости. Тем не менее, несмотря на это все, такие манипуляции, они выполнялись. Современное состояние интернационной радиологии. На сегодняшний день мы видим, как распределяется у нас количество вмешательств. Коронарные артерии. Один из больших количеств процентов, порядка 31%, которые включают и шунтирование, и чрезвычные коронарные интервенции. Набирают активный рост периферические вмешательства на артериях, и хирургические, и эндоваскулярные, нарушения ритма сердца, тромбозы, эмболии, нарушения мозгового кровообращения, которые также на сегодняшний день включают достаточно большое количество вмешательств, распространяются повсеместно. И город Братск является не исключением. Хотя я знаю, что в некоторых больших городах до сих пор эта методика не применяется активно, рутинно, на потоке. Но, тем не менее, вот такой вот расклад мы видим. Ну и механическая поддержка сердца, о которой сегодня говорят, достаточно активно. Это использование аппаратов МПЛ, использование экстракорпоранальной мембранозной оксидинации МО, которая в последующем уже, наверное, войдет в клинические рекомендации, и ни один центр, который выполняет чрезкожные коронарные интервенции, у пациентов с острым коронарным синдромом не сможет работать без наличия вот этих вот методов. Продолжая современное состояние интервенционной радиологии, вот здесь на слайде, который я позаимствовал у своих коллег, мы видим рост рынка инструментария для интервенций. Это миллиарды долларов в год, которые тратятся на изобретение, на опробирование каких-то новых методов и так далее. Мы видим с 2015 года вот такую вот динамику по 2022 год, с 2,1 до 3,4 миллиардов долларов, которые тратятся ежегодно. В связи с этим ежегодное увеличение количества эндосклерных вмешательств до 78%, ежегодное уменьшение количества открытых хирургических вмешательств до 20%. Наблюдается вот такая вот тенденция, которая, по всей видимости, она и будет продолжать расти до определенного момента, пока не наступят определенные ножницы. К чему я это говорю? Вот несколько слайдов назад показывал, да, вот то, чем пользовались 60-70-е годы и насколько за полвека шагнула медицина. Чуть дальше мы об этом расскажем. Ну и, соответственно, какие денежные средства тратятся для того, чтобы мы с вами могли оказывать на высоком уровне высокотехнологичную медицинскую помощь. Ну и вот по поводу сосудистых катастроф хочу вам показать несколько клинических примеров, которые у нас недавно были. Пациентка 72-х лет, пациент-мужчина, инфаркт более 48 часов, рецидивирующий болевой синдром. Пациент был нами взят на стол сразу же после поступления из одного из районов. Мы видим критическое поражение передней нисходящей артерии. На другом слайде она будет более видна. Окклюзия огибающей артерии, острая тромботическая окклюзия. Пациенту тромболитическая терапия, к сожалению, не выполнялась в связи с поздним обращением. Ранее этот пациент у нас был на коронарографии. Мы ему выполняли коронарографию. Было трехсосудистое поражение с хронической окклюзией правой коронарной артерии. Ему рекомендовано ортокоронарное шунтирование. Но в силу определенных обстоятельств пациент за кардиохирургической помощью не обратился и не смог ее получить. Другая проекция. Вот здесь как раз-таки передней нисходящей артерии. Видно критическое поражение. Острая окклюзия. По факту все три сосуда у нас значимо поражены. Фракция выброса у пациента была достаточно резко снижена. Выполнили реконализацию огибающей артерии. Коронарным проводником запустили кровоток. Получили реперфузионный синдром. Обращает на себя внимание еще устье ветви тупого края. Которые тоже с критическим поражением. Выполнили вмешательство. Первым этапом станцирования проксимального сегмента огибающей артерии до отхождения устья ветви тупого края. Выполнено станцирование дистального сегмента. Ну и, соответственно, станцирование устья ветви тупого края. Вот такой вот результат мы получили. Полное восстановление кровотока по огибающей артерии. В последующем пациент будет консультирован кардиохирургами. Я думаю, что вмешательство, скорее всего, зная позицию пациента, пациент откажется. И кардиохирурги неохотно возьмутся, поскольку мы видим здесь как раз-таки поражение верхушечного сегмента передней нисходящей артерии. В том месте, где должен находиться анастомоз шунта. Поэтому в последующем вот этот пациент планируется у нас на вмешательство после телемедицинской консультации. Ну и вот, что говоря о современном состоянии интервенционной радиологии, у нас различные методы присутствуют. И я уже говорил о них в прошлый раз. появление атероктомических устройств, ротационной атероктомии. Появляются лекарственные стенты, баллоны, которые имеют новые носители, которые защищают нас в последующем от развития гиперплазии интимы, формирования арестоноза. Тромоктомические инструменты, новые баллоны, стенты с новой структурой непосредственно балки стента, меньшей толщины, что опять-таки улучшает отдаленные результаты в последующем. Ну и вот та методика, о которой я говорил, что мы в ближайшее время ее начнем опробировать. Как раз-таки мы с августа месяца начали проведение ротационной атероктомии. К нам поступил пациент с хронической окклюзией передней нисходящей артерии. Стабильность инкардии 3-й функциональный класс. Стресс-тест положительный, 3-й зоны ишемии, инфаркт миокарда от 2018 года. Нашей задачей здесь было выполнить реконализацию хронической окклюзии. Достаточно непростая окклюзия, протяженная более 30 мм. При этом, если вы видите, вот здесь тень. Это как раз-таки тот кальций, который усугубляет возможности хороших результатов, в том числе и отдаленных, при проведении реконализации реконализации хронических окклюзий. Тем не менее, реконализация у нас удалась. Мы смогли найти истинный просвет. Ну и вот это тот ротор, то изображение, как раз-таки, когда работает бур. Вращение бура происходит со скоростью 175 тысяч оборотов в минуту. На буре находится алмазное напыление, которое срезает кальцинированные участки от эрсклеротической бляшки. Соответственно, восстанавливает проходимость для возможности имплантации, заведения имплантации в последующем стенде. Следующие проходы. Мы видим, что весь средний сегмент передней нисходящей артерии кальцинирован. И провести баллон туда было значительно сложно. Вызывало ряд технических проблем. Но вот в этой ситуации как раз-таки бур нас спас. Секунду. Вот такой результат мы получили. Видим, что у нас имеется диссекция. Дисекция. Вот в этой области диссоцированный просвет. Ну и последующий этап – это имплантация стентов и получение вот такого результата. Полное восстановление кровотока по передней нисходящей артерии, именно антиградного кровотока. К сожалению, не всегда у нас удается сделать все хорошо, сделать все здорово. Встречаются пациенты, которым, несмотря на вроде бы выполненные все аспекты чрезкожного коронарного вмешательства, возникают осложнения. Пациент был у нас недавно, буквально несколько дней назад. Мужчина, 47 лет. Инфаркт с подъемом сегмента СТ. Выполнен тромбоэлистической терапией. Здесь полуселективное контрастирование артерии. Сложности отхождения устья. Видите, оно немного кверху и кзади отходит. Не совсем типично. Но мы видим, что инфаркт с подъемом по передней стенке. Я прошу прощения, забыл сказать. Самое главное. Мы видим, что передняя нисходящая артерия имеет дефект наполнения. Даже при полуселективном контрастировании это видно. Тем не менее, артерия имеет антиградный кровоток. Можно сказать, практически сетиметрия. Пациент поступил к нам абсолютно стабильный, без болевого синдрома. Во время выполнения коронарографии были сложности с доступом. Как доступом непосредственно лучевой, плечевой, в последующем артерии, бедренной артерии. Были определенные амтомические аспекты, которые не позволяли нам одновременно быстро зайти в коронарную артерию. После выполнения ангиографии левой коронарной артерии мы видим на кардиомониторе и по состоянию пациента подъем сегмента СТ в правой коронарной артерии, выраженный болевой синдром, появляющаяся плавно нестабильная гемодинамика. Выполняем ангиографию правой коронарной артерии и видим здесь критический стеноз максимального отдела и выраженный тромбоз правой коронарной артерии. Вот эта вот зона просветления, это выраженные протяженные тромботические массы. Сразу выполняем стентирование, это уже конечный результат. Два стенда, правая коронарная артерия, проксимальный средний сегмент, достаточно хороший кровоток, каких-либо сложностей здесь не было. Дальше переходим, соответственно, на переднюю нисходящую артерию, поскольку инфаркт связанной артерии изначально у нас была передняя нисходящая, выполняем стентирование, получаем хороший результат. Пациент в этот момент уже находится у нас на кардиотонической поддержке и переводится в палату реанимации интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения. При перекладывании у пациента возникает выраженный болевой синдром, фиксируем электрокардиограмму, видим подъемы по нижней стенке, снова пациента направляем в рентгеноперационную, остановка во время транспортировки, реанимационные мероприятия. Соответственно, мы видим правую коронарную артерию, мы видим тромбоз стентов, тут же молниеносный, который случился. Пациент, я говорю, с тромболитической терапией выполнена была, и, соответственно, поступил он к нам в первые 16 часов от момента выполнения ТЛТ. Выполняем реконализацию правой коронарной артерии, выполняется баллонная ангиопластика, аспирация, запускаем кровоток, соответственно, получаем сердечный выброс. После того, как правая коронарная артерия открыла, получаем филиацию желудочков, причем неоднократную, порядка 8 раз нам приходилось проводить ЭДС. мы понимаем, что проблема, по всей видимости, не только в правой коронарной артерии, встаем в устье левой коронарной артерии и видим, что здесь также тромбоз стента выполняется. Быстро достаточно реконализация передней нисходящей артерии во время реанимационных мероприятий. Пытаемся запустить сердце, получаем кровоток по передней нисходящей артерии. Через некоторое время снова у нас арест кровотока, видим выраженный вазоспазм ствола левой коронарной артерии, огибающей артерии, дистального русла передней нисходящей артерии. Несмотря на практически час реанимационных мероприятий, этого пациента спасти нам не удалось. На патологоанатомическом вскрытии огромный трансмуральный инфаркт. Следующий бассейн, о котором я хотел поговорить, это нейроинтервенции. Это важный рубеж в интернационной радиологии. И впервые я, наверное, будучи еще ординатором в 2011 году, услышал о том, что оказывается не только на коронарных артериях можно выполнять какие-то вмешательства, но еще и на сосудах головного мозга при инсультах, значимых выраженных инсультах с NHSS более 10 баллов и так далее, выполняются вмешательства по проведению тромбоэкстракции и, соответственно, получают хорошие результаты. Мы видим 4-5% ежегодный рост частоты инсульта, данные с 2015-2020 годы. Около трети случаев инсульта у мужчин приходится в возрасте менее 65 лет. Вот как раз-таки это тот новый инструмент, которым мы сейчас активно пользуемся и можем в своей практике применять. Показан схематично стенд-ретривер. Это М1-сегмент среднемозговой артерии, тромботические массы, прохождение этой ловушки, можно сказать, и фиксация тромбов, и в последующем их удаление на полной аспирации. Еще один важный момент, который не представлен на сегодняшний день в городе Братске, прежде чем перейти к ишемическим инсультам, я бы все-таки хотел еще несколько слов сказать о геморрагических инсультах. И вот эта помощь у нас не оказывается, при том, что возможности, знания, умения в этой области у нас также присутствуют. Геморрагические инсульты, аневризмы, кротинно-каверно, прошу прощения, артерио-венозной мальформации, разорвавшись, которые приходят к геморрагическому инсульту и достаточно высокой летальности. Вот один клинический случай. В другой клинике, в которой я работал, видно, что в головном мозге что-то не так. Кто-то там появился, какой-то человечек. Бифуркация задних мозговых артерий и огромная аневризма на уровне бифуркации, огромная шейка. Мы видим, что она больше там, практически, более 8 миллиметров на диаметре. Это достаточно крупная, огромная аневризма. Риск ее разрыва очень высокий. Ну и последствия при таком разрыве они фатальные. Вот здесь вот схематично, что мы делаем, что мы можем делать и к чему мы будем стремиться здесь в городе Братске при наличии определенных условий. Надеюсь, нам с ними помогут. Патеризация. В4 сегмент позвоночной артерии. Катетер. Заведение проводника. Заведение второго проводника. Имплантация нейростента. Заведение микрокатетера непосредственно в полости аневризмы. Имплантация второго стента. И, соответственно, эмболизация микроспиралями, которые на сегодняшний день существуют в большом количестве. Представлены различными формами, консистенцией и так далее. Вот как раз-таки примерно результат той картинки, то, что я показал на предыдущем слайде. Вот такие вот спирали, которые укладываются клубком, полностью наполняют аневризм и выключают ее. Еще одной технологией подобных вмешательств является имплантация флоудивертеров или поток перенаправляющих стентов, которые обладают замечательной возможностью закрыть аневризму, выключить ее из кровотока, трансформировать кровоток, затрамбировать, но при этом не влиять на мелкие ветви, которые для головного мозга очень важны. Флоудивертеры их просто не закрывают кровоток, по ним сохраняется. Стоимость, правда, таких флоудивертеров порядка 1 миллиона составляет одной штуки, но тем не менее в федеральных центрах это активно применяется в плановой хирургии. Вот такие вот инструменты на сегодняшний день представлены. На картинках они достаточно большие, на самом деле они помещаются в микрокатетеры, просвет которого меньше 0,3 миллиметра. мы в своей практике активно их используем для удаления тромбов головного мозга. Это как раз стенд-ретриверы представлены различных форм, различные модификации, аспирационные катетеры, которые мы также применяем либо в изолированных методиках, либо в комбинированных методиках, сейв так называемых. В последующем я вам покажу. ну и тут аспирационный насос, который мы в операционной имеем и используем. Ну и вот здесь я хочу представить пример пациентка, которая к нам поступила тоже не так давно, она у нас еще находится в отделении. Ишемический инсульт как раз таки тромбоэмболический у пациентки фибрилляция предсердий. К нам она поступила НХСС 21 балл, кстати, переведена она из 5-й городской больницы, была правосторонняя гемопрегия, тотальная афазия, 6 часов от начала заболевания до момента пункции артерии. Вот здесь, к сожалению, вот те же золотые 6 часов, которые нам очень важны и нужны, они были на исходе ввиду того, что пациентка находилась в 5-й городской больнице, необходимо было выполнить КТ, необходимо было вызвать бригаду скорой помощи транспортную, отправить пациенту к нам. Это, к сожалению, заняло порядка 2,5-3 часов, были упущены те драгоценные минуты. Тем не менее, вот такая пациентка к нам поступила, мы делаем соответственно, дуга аворта, видим отхождение барахиоцефального ствола, от него отходит левая общая сонная артерия. Обратите внимание, насколько извитые сосуды. очень тяжело, очень сложно было нам пройти в просвет этих сосудов, инструмент выталкивал, вылетал, ни один проводник в этой ситуации не помогал. Мы решили пойти все-таки через плечевым доступом, через пункцию плечевой артерии, хотя мы видим, что подключичная артерия тоже извитая очень и пройти через брахиоцефальный ствол извитой, выйти в левую общесонную артерию достаточно сложно было. Тем не менее, у нас это получилось. Какое-то чудо нам помогло. Были мысли о прямой пункции сонной артерии, которая чревата очень серьезными последствиями, но тем не менее, когда необходимо спасать мозг, все средства хороши. Вот такую картину мы увидели. окклюзия в М1 сегменте и отсутствие какого-либо кровотока по среднемозговой артерии. Переднемозговая здоровую сторону, замечательно контрастирует среднемозговая, но при этом никаких контролатеральных колтералей мы не наблюдаем. Наша задача была восстановить проходимость среднемозговой артерии поскольку последствия инсульта в этой ситуации были достаточно катастрофичны. Видите, микрокатетер заведен непосредственно за зону аблюзии, за тромб. Выполнено контрольное контрастирование. Мы определили, что мы находимся в нужном направлении. Понимая, что у пациентки кардиомболический инсульт, понимая о том, что у пациентки есть фибрилляция предсердий, практически на 100% были уверены, что тромб достаточно жесткий и сразу пошли на методику сейфа, то есть с развертыванием стенд-ретривера непосредственно в среднемозговой артерии. Вот здесь немножко плохо видно, вот это кончик стенд-ретривера и вот здесь сетчатая структура, вот кончик катетера аспирационного, который тоже очень тяжело с большими техническими сложностями проходило. Здесь тенд-ретривер как раз таки являлся якорем, по которому мы аспирационный катетер подводили непосредственно к тромбу. Посмотрим, что у нас на видео. Здесь мало информации. Три пасса было проведено, только вот с помощью третьей попытки мы смогли полностью удалить тромб и получили вот такой вот кровоток по среднему мозговой артерии без каких-либо последствий осложнений. В последующем у пациентки на компьютерной томографии демородическая трансформация возникла у нас. У меня снимочков здесь нет. В следующий раз я обязательно исправлюсь и снимки нативные. КТ и перед оперативным вмешательством тоже представлю. Ну, пока вы поверите на слово. Перифокальный отек у пациентки возник судорожный синдром на третьи сутки. Хотя динамика изначально была достаточно хорошая. У нас практически полностью прошла аплегия. Не было даже какого-либо пареза. Ну, вот за счет того, что гемотрансформация, перифокальный отек у пациентки все-таки в последующем немножко нарос гемепарез. Речь с элементами дезертрии. Ну, и сейчас вот она у нас находится в состоянии перед выпиской на реабилитацию как раз обратно в пятую городскую больницу и вернется в последующем. Ну, вот проблема мерцательной аритмии, о которой мы сегодня говорим. Во многих докладах это прозвучит. Она встречается 1-2% в общей популяции с возрастом. Количество больных возрастает. У больных с мерцательной аритмией в 5 раз наблюдается чаще инсульт. Теология инсульта, тромбоэмболия. Ну, и то, о чем вот говорил уже Фарид Исмодилевич. Более чем 90% это тромбы из ушка леоприцердия. Вот образом мы же любим себя в США иногда сравнивать. Нарастает количество больных с мерцательной аритмией в миллионах. То есть в мире синие в столбце, ну и в США. Вот в США особая популяция, у них количество несколько больше. Ну, опять-таки, более 15 миллионов инсультов во всем мире ежегодно. До 20 ишемических инсультов вызваны фибрилляцией при церкви. Как же нам с этим бороться? Назначаем мы антикоагулянты, варфарин, аспирин, антиагрегант. Ну, а вот что касается хирургического вмешательства, то это оклюдеры ушка леоприцердия. Они показаны, что снижают риск инсульта на 65%. Не буду останавливаться, об этом еще, я думаю, поговорим. Что же такое окклюзия ушка леоприцердия? Трансвенозная процедура в условиях рентгеноперационной под общим накозом, доступ через бедренную вену, доступ к левому предсердию осуществляется через правое предсердие посредством трансцептальной пункции. То есть мы делаем прокол в перегородке и уже непосредственно нашим инструментом подходим, производим размер выбора, выбор размера окклюдера, зону имплантации, транспищеводный эхо для этого необходимо, КТ и ангиография. Вот так вот выглядит это устройство, которое имплантируется непосредственно в ушко леоприцердия. В общем-то, я думаю, что эта методика тоже доступна и очень хотелось бы в нашем арсенале ее видеть. Но есть определенные причины, по которым пока она нам не доступна. Но мы в ближайшее время тоже, думаю, будем бороться. Разные устройства. Watchman бостоновский, окклюдер. Ну и примерно вот так вот это выглядит. У нас впереди еще много достаточно интересных методик, которые мы можем использовать, выполнять на благо наших пациентов. На самом деле на сегодняшний день я вам рассказал всего лишь две, наверное, за два сосудистых бассейна, 22 сосудистые катастрофы, которые в нашем арсенале активно используются. Это коронарные артерии, это артерии головного мозга, но поверьте, их на самом деле гораздо больше, и нам есть еще куда стремиться. Спасибо за внимание, ну и хотел бы закончить вот свой доклад о сказанном Черчилле. Удача, она не вечна, успех, точнее, успех не вечен, неудачи не фатальны, самое главное дальше двигаться к определенным целям. Я думаю, что вместе в нашем сообществе у нас это будет получаться. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.